Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мужским понедельником начинали мы эту рабочую неделю и фактически мужской пятницей ее и завершаем. Добрый день, дневной разворот в Кирове. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Сегодня пятница, 31 марта. Мы сегодня еще и месяц завершаем. Мы сегодня месяц завершаем и мы, кстати, сегодня будем в течение трех часов здесь с Николаем находиться. У нас сегодня такой лонг-эфир. Я имею в виду, что по традиции сегодня будет в 13.05 начало нашей исторической программы, сделанной в Вятке. Мы продолжим то, что мы начали две недели назад с историком и краеведом Евгением Питуниным. Мы сегодня будем продолжать ностальгировать по эпохе советской музыки. Поговорим о советских меломанах, о той самой музыке на костях. Как термин такой прозвучал у нас в прошлой программе. Музыка на костях была раньше, смазничатая музыка была уже на виниловых носителях западного производства. Обещаем, что будет интересно. Также у нас будет сегодня, конечно же, культ поход. Начнется он ровно через час. В гости к нам придет художественный руководитель хора мальчиков и юношей Орлята Ирина Халявина. Совсем недавно хору исполнилось полвека. Страшно подумать. Десятилетний юбилей. Вы не смейтесь, на самом деле. Хор мальчиков и юношей, он огромное количество путевок в жизнь выдал очень известным сейчас людям. А никто не смеется, потому что все практически, вот мы живем в Кирове. Вот сколько мы живем, все время хор Орлята есть, и он все время славит нашу область. Поговорим о том, чем живет сейчас хор, где выступает, где его можно послушать. Все это после 12-ти. Прямо сейчас дневной разворот. Мы будем поднимать тему экологии. У нас очень ценный гость и важный гость. У нас сегодня в гостях Виталий Павлович Пересторонен. Это директор филиала Центра лабораторного анализа и технических сберений по Кировской области, или, коротко говоря, директор ЦЛАТИ по Кировской области, а также председатель Ассоциации переработчиков отходов Привятской торгово-промышленной палати Виталий Павлович. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Виталий Павлович, давайте все-таки историческую справку-то немножко дадим. Мы сейчас уже несколько минут говорили до начала эфира. Давайте, чтобы мы понимали, с кем умеем дело, чтобы наши слушатели понимали дело, с кем умеют. Вы сказали, что в 90-м году пришли... В начале мая вышли на работу и с тех пор всю жизнь в экологии. Пришли на пост главы городского комитета по экологии. Почти 30 лет назад. Ну, немножко не так. Здесь, в самом деле, значит, вот начало, конец 80-х, начало 90-х годов, она ознаменовалась таким поворотом, что ли, и у правительства, значит, и у людей, поворот сознания, значит, в сторону экологии, в сторону охраны природы, как тогда начиналось все это, и тогда вышло знаменитое постановление ЦК КПСС из-за вета министров СССР о коренном деле улучшения охраны природы в Советском Союзе. И тогда вот как раз на основании этого решения начали создаваться комитеты по охране природы. Вот, и я был утвержден первым председателем Кировского городского комитета по охране природы. Ну, и как бы с нуля создавал эту всю деятельность. А сейчас структуры в рамках городской администрации существуют? Сейчас, к сожалению... Какой-то отдел управления по природопользованию или что-то, не знаю. Нет, сейчас, к сожалению, значит, да, такой отдельной структуры, как было тогда, не существует. То есть это возложено, так сказать, на работников управления по благоустройству, значит, эти функции. Но вот в те времена... Самый Вячеслав Николаевич Симаков. У него все возложено, по-моему, в этом городе. Дороги, зелень, металлоги. Ну, а сейчас, как известно, у нас на уровне области существует Министерство охраны окружающей среды. Вы тоже на уровне области-то поработали, да, Виль? Да, я работал и, так сказать, в городских структурах, значит, да, и в федеральных, и в областных, значит, и сейчас вот снова работаю в федеральной структуре. Поэтому здесь, как бы, вот это все прошедшие годы, там уже 26 лет с лишним, значит, они связаны с экологией, значит, с теми вопросами, которые решались и на уровне области, и на уровне города. Да, поэтому, ну, вот, как говорят, впору писать мемуары, значит, и вспоминать те золотые денечки, значит, или те моменты и события, которые важны очень были, значит, для жителей Кировской области, связанных с экологией. Ну, вы продолжаете оставаться в теме, что называется, продолжаете держать руку на пульсе, общаетесь со всеми ответственными людьми. Судя по тем должностям, которые я перечислял тут довольно долго, да, то в самой гуще событий. Да, и нам хотелось бы сегодня в рамках программы услышать вашу такую экспертную оценку, да, по всему, что происходит в сфере экологии в области. Очень понравилось, мы еще до эфира так сказали, вы сказали, что есть два проекта. Один самый удачный проект в сфере экологии, а другой самый неудачный проект в сфере экологии. Один вы назвали это ОПГУ, конец 80-х годов, насколько я помню. Ну, да, шифруйте. ОПГУ это опытная парогазовая установка, против которой дружно выступило все население города и которую в итоге не построили. А самый удачный проект, по словам Виталия Павловича, это вот как раз объект Марадыковский, против которого тоже сначала очень дружно выступали, но потом благодаря вот хорошей работе, опытной работе опытных вот ребят, которые приехали сюда, да, общественность с этим согласилась. И в итоге сейчас все вспоминают о нем с большим удовольствием. Я правильно понял вашу мысль, да? Да, да, поэтому всегда вот эта сфера экологии, она очень, ну что ли, социально значима, значит, и люди всегда, ну скажем так, с удовольствием, значит, и с какой-то, может быть, болью, значит, да, и обсуждают эту тему, и те события, которые происходят, значит, так сказать, в жизни города и области. И поэтому вот, да, те, также вот этот самый конец 80-х, начало 90-х годов, вот это как раз опытно-парогазовая установка, значит, и тогда, ну, просто на той волне перестройки, значит, ну, народ не воспринимал просто какие-то технические данные, технические характеристики, какие-то объяснения. Там просто говорили за или против, все. Потому что никто не думал, не задумывался о последствиях, что область энергодефицитная, что необходимо, так сказать, дополнительные мощности вводить, что даются, значит, так сказать, ну, как сейчас говорят, федеральные деньги, а тогда будут все государственные деньги, да, на эти цели, значит. И тогда вот в конечном-то итоге, к сожалению, значит, этот объект не прошел именно, вот так сказать, планировался на ТЭЦ-5. В районе ТЭЦ-5, да, в районе ТЭЦ-5, расширение мощности ТЭЦ-5, вот, и, ну, потом вот начались уже, так сказать, эти сложные моменты экономические в стране, значит, да, и тогда вот как раз вот я говорю, что в конечном итоге этот объект был не построен. — А сколько денег-то нужно было? — А сейчас кто вспомнит уже? Не перевести эти деньги в наши-то очень сложно будет. — Да, сложно перевести эти деньги, значит, да, но в конечном-то итоге я хочу сказать, что в прошлом году, значит, была запущена, значит, вышла на полную мощность парогазовая установка на ТЭЦ-3 в Чепецке. И здесь и общественность, так сказать, вся была только за, и никаких вопросов не возникло, то есть прошло 20 лет. — Ну, 30? — Да, ну, с лишним, значит, да, ну, начало, так сказать, с проектированием, там, еще чего-то, ну, пусть там 20-25 лет, значит, да. То есть сейчас мы это воспринимаем уже как благо, вот, потому что мы уже верим в те технические решения, которые, значит, уже были заложены, значит, и само название нас нисколько не пугает. — А по стране это насколько распространено вот эти парогазовые установки? — Это именно вот то новое направление, то перспективное направление, которое, так сказать, идет как раз в энергетике, вот, потому что у нее более лучшие технические характеристики, чем чисто, так сказать, вот, как бы ТЭЦ-котел-турбина, значит, да. — Ну, надо полагать, что в то время, наверное, жители, жители не только нашего города воспринимали это в штыки. — Просто было очень мало информации, это беда обычная экологическая, мне кажется, да, то есть люди работают на эмоциях. — А что-то необычное предлагают, они сразу сняли саму. — А ты разъясняешь, выясняешь? — Тогда ведь было не в стиле разъяснять. — Вот эти все слушали, какие-то общие страны. — Не-не-не, были, проводились в зале администрации горосполкома, тогда еще, так сказать, полный зал людей, это не один раз собирали. Технические специалисты из Москвы, из проектного института докладывали, но людей пугало название «Опытная». — Опытная, да, потому что... — То есть он не хотел быть подопытным, может рванет, а может не рванет. — ОПГО, организованная преступная. — Да-да-да, вот где-то привязка шла к словам каким-то, может быть, недоговоркам каким-то там. Ну и в самом деле, то есть эта установка, она первая планировалась, так сказать, да. И поэтому здесь тоже вот эти вот как бы вопросы, как будет работать, как чего есть, так сказать, опытный образец какой-то, значит, хотя бы конструкция. Нет, как бы там шлюзы будут закрывать ножом. Вопросов много было, и любые как бы объяснения, значит, они все равно воспринимали в штыки, значит, да. И поэтому вот просто еще те политические баталии мы прекрасно помним, когда и в Государственной Думе там шли эти заседания, там съезды, значит, так сказать, неделями и у нас. — Тогда еще, по-моему, даже Совет народных депутатов был, не помню, там как раз самый такой переход от СССР к России где-то вот это время было. — Я тогда был избран депутатом Кировской городской думы, и я помню эти, значит, наши, так сказать, многодневные заседания городской думы, значит, когда там в один день мы, естественно, не успевали, надо всем было выступить. Как это, зачем тебя аж избрали? — Несколько дней вы заседали? — Несколько дней, да. — Тогда, думаю, было место для дискуссий. — Не то, что сейчас раз в месяц собрались. — Нет, 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 это было значительно. — Я помню, потому что я как раз работал в Городской газете, тогда выбор была Городская газета, я в ней был исполнительным редактором. — Ну, к объекту Мурадыковской и к его судьбе, видимо, мы уже перейдем после небольшой паузы. Прервемся, очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы продолжаем нашу беседу с Виталием Перестороненым, представителем Ассоциации переработчиков отходов при ВТПП и директор злотипа Кировской области. Не буду расшифровывать, очень длинное название этого института. — Давайте все-таки предложим нашим слушателям, если есть у вас возможность зайти в интернет, на наш сайтах кирова.ру или на нашу страницу ВКонтакте, поучаствуйте, пожалуйста, в вопросе. Мы вам сегодня такой вопрос задаем приземленный, чисто бытовой. — Ну, тоже сказали из мусора, да, просто спрашивая мусороотходы у себя дома. Я. Первый вариант ответа — я сортирую. Второй вариант ответа — я не сортирую. А третий вариант ответа — сортировал бы, но не вижу смысла контейнер на улице 1. — 50% на странице ВКонтакте — это лидирующий вариант ответа — не сортируют. И то же самое у нас на сайте, там процент побольше — 60%. Не сортируют, все в кучу, все в кучу. — Ну, я думаю, мы сейчас пока от бытовых отходов перейдем более таким. — Да, но чуть позже, если до времени останется. — Глобальной тематики мы поговорим, конечно, о бытовой экологии. — Итак, объект Мородыковский. Как известно, на данный момент переработка тех... — Ну, как бы свою функцию, насколько понятно, он выполнил ту, которая закладывалась. — Это же в рамках международных договоренностей, да, эти уничтожения опасного оружия. — Да, да, я думаю, Володя, все-таки давайте вернемся немножко к истории этого объекта, потому что это как раз пример того, как грамотно был построен, по большому счету, экологически опасный объект, да? Опасность представляет, безусловно. — Безусловно, да. — И очень серьезную, да? — Безусловно. — История начиналась в... — Ну, это тоже где-то в 90-е годы уходит. — Да, в 90-е годы, значит, так сказать, в журнале «Химия и жизнь», по-моему, значит, так сказать, первая была статья, значит, об этих объектах, значит, и возможности уничтожения. И потом уже пошли вот эти все дальше, значит, уже проектирование, строительство, значит, и все вопросы связаны, так сказать, с размещением объекта, выбором площадки, вот, и... — Продолжите, продолжите. — Да, выбором площадки, вот, и, соответственно, значит, вот те общественные, значит, слушания, значит, государственная экологическая экспертиза, которая проводилась по проектной документации, вот, все. — Это вот было, ну, где-то 10 лет назад, вот, то, что это так, сейчас у нас, значит, да, ну, где-то, вот, так сказать, где-то 2004-й. — Ну да, нулевые. — Да-да-да-да-да, когда это был запуск объекта, вот, и здесь вот, в самом деле, вот, как бы, вот эту параллель, значит, мы проводили, вот, ОПГУ и объект Мородыковский, значит, здесь уже, вот, и правительство, значит, так сказать, Кировской области, значит, науку, представители науки, значит, военные, они находили компромисс, и тогда, вот, при правительстве Кировской области была создана рабочая группа по, как раз, вот, размещению данного объекта, вот, и на... я входил в состав этой рабочей группы, и тогда, вот, как раз, через рабочую эту группу пропускали все вопросы, вот, и, естественно, значит, очень, вот, благодаря, значит, военным, вот, федеральному управлению, значит, так сказать, по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, которое было специально создано под решение этого вопроса, была создана хорошая пресс-служба, хорошая система, значит, так сказать, все же доведения информации, значит, до населения, вот, и вплоть до того, что, когда объект запускался, значит, там на здании администрации Мирнинского, так сказать, сельского поселения, значит, там была бегущая строка с данными, так сказать, замеров, вот, автоматического контроля, значит, состояния атмосферного воздуха и так далее. — Хотя ведь изначально тоже противников было очень много у этого объекта, там же тоже были выступления, какие-то страшные вещи писали, что пройдет что-то ужасное с его размещением. — Тоже кто-то запытался зарабатывать, в том числе политические очки на этом, да? — Безусловно, да, но ведь в итоге, смотрите, сейчас получилось как, объект уже свою функцию выполнил, и сейчас ведь люди вспоминают, господи, а как хорошо было, пока он работал. — Да, да, вот где-то с усмешкой, да, вспоминаешь, значит, так сказать, когда эти печатали, как козу какую-то, какую-то бабушку, значит, там… — Каких-то людей с двумя головами, я уже не помню, какой-то ужас полный. — Да, которые как-то выглядели не очень хорошо, там, неправильно, там, и так далее. То есть всегда можно было найти какую-то вот, ну, так сказать, да. — Чушь, чушь какую-нибудь. — Да, и дальше опять же шло на эмоциях, значит, на каких-то, кто-то где-то сказал, на каких-то воспоминаниях и так далее. На сегодня объект завершил свою работу. За период его действия, значит, не было ни одного серьёзного ЧП, связанного там с утечкой, значит, так сказать… — Ну, с опасностью для людей, скажем так. — Да, и безопасностью для людей. Вот, на сегодня всё химическое оружие на территории Кировской области уничтожено. Вот, и на сегодня уже ведутся работы по дегазации тех помещений, которых проводилось уничтожение химического оружия, значит, да, обследование этих помещений. — В том числе там Зарин, Заман, да, с ними уничтожали. — Да, да, ВИКС, да. — Как-то я из курса НВП помню, СДЯП, СДЯП, сильнодействующее ядовитые вещества. — Да, 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 да. Вот, и, соответственно, значит, эти уже то оборудование, которое просто после проведения вот тех дезактивационных мероприятий, значит, оно будет размещено на полигоне, который построен рядом с объектом, значит, да, и будет уже, так сказать, подлежать захоронению, значит, ну, соблюдением всех правил, значит, и техники безопасности, и охраны окружающей среды. — Вот этот объект, в принципе, было огромное вложение федеральных денег в него, да? — Да, порядка 25 миллиардов рублей. — Миллиардов рублей. — Да. — Объект, я, к сожалению, там никогда не бывал, но, судя по фотографиям, по рассказам, ну, это такой мини-город. — Я там был много раз, потому что вот когда строительство начиналось, шло, то очень активно привозили туда журналистов, всё показывали, всё рассказывали очень подробно, чтобы вопросов не оставалось. — Мини-город такой? — Ну, это большой объект, большой, большой объект. — Да. — Это надо понимать, что объект был построен, ну, на голом месте, на пустом, значит, так сказать, он примыкал к объекту хранения химического оружия с тем, чтобы как раз исключить какие-то перевозки. — А они запрещены же, перевозки-то? — Нет, имеется в виду запрещены из субъекта в субъект, а на территории-то субъекта, то есть, да, потому что по разным объектам, допустим, там в Кургане, там они за 10 километров возились, так сказать, с места хранения на место уничтожения, то есть, а любые перевозки, любые, так сказать, перекладки, там, любые действия... — Создаёт какую-то риск, да. — С этим... — С этим лучше не шутить, короче. — Вот, поэтому лучше, да, снарядами, там и авиабомбы у нас, значит, так сказать, и головки крылатым ракетам, что у нас всё это было. Вот, поэтому здесь вот именно, я думаю, что наш вариант размещения, вот, проектной документации, потом же ведь все вопросы, которые обсуждались, связанные с размерами, с расчётами, утверждением размеров санитарно-защитной зоны объекта, зоны защитных мероприятий. И здесь вот вообще вот во всей этой, ну, эпопее, так сказать, значит, вот огромную роль и хорошую роль, такую позитивную сыграла Ашихмина Тамара Яковлевна, значит, она как специалист, как учёный выступала, и здесь, и как разработчик участвовала, значит, и тогда вот мы, ну, как бы вместе, так сказать, где-то были в Министерстве обороны на совещаниях, значит, и здесь постоянно, и тогда вот, ну, нам удалось, так сказать, доказать и увеличение санитарно-защитной зоны, там она была утверждена в размере двух километров, значит, и зоны защитных мероприятий, в которую попали, значит, и Оричи, и город Котельнич, за счёт чего и были направлены средства на социальную инфраструктуру этих городов, значит, этих поселений, вот, и поэтому... Это уже немалое средство, там 10% от общей суммы, а что именно 25 миллиардов, а что именно было сделано? Ну, в Оричах была построена школа, были построены жилые дома, был построен, значит, так сказать, медицинский центр, вот, в Котельниче был диагностический центр, медицинский построен, в Котельниче был построен, да, водовод, водозабор и водовод, значит, новый, вот, из подземных источников, вот, поэтому отремонтированы дороги, теплосети, значит, в Оричах, вот, в мирные дорога была, так сказать, сделана хорошая, но, во всяком случае, да, перечень, вот этот, даже полигон бытовых отходов, значит, да, в Оричах был построен за счёт этих средств, вот, поэтому очень много, так сказать, этих объектов, там, ну, большой перечень, и я думаю, что люди именно с благодарностью вспоминают, значит, так сказать, вот, в данном случае, вот эти, этот объект, эти вложения, за счёт чего, значит, многие улучшили свои жилищные условия, получили работу, в конце концов, потому что этот объект, это две тысячи рабочих мест, значит, которые, вот, продолжают сейчас ещё, он, функционировать, значит, так же, вот, поэтому, здесь, конечно, сейчас уже... Ну, давайте сейчас о будущем, да, о настоящем, потому что вы недавно были там, да, совсем недавно ездили, да? Да, 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 так сказать, мы сейчас, вот, как раз я, когда говорил о системе мониторинга, которая была создана на этом объекте, по контролю влияния, значит, на окружающую среду, значит, одна из современных систем, конечно, это, благодаря, вот, так сказать, нашим учёным, военным, вот, в частности, значит, и тем деньгам федеральным, которые были выделены на эти цели, и, в самом деле, значит, на тот момент никаких ограничений, так скажем, значит, что вот это не будем делать, потому что денег нет или ничего, то есть все требования, в том числе, вот, и наши требования, как экологов, значит, они были выполнены, вот, военными в полной мере, и, так сказать, вот, та система, вот, стационарных постов автоматического контроля атмосферного воздуха, которые расположены вокруг объекта, вот, в том числе и в жилой зоне, значит, система передвижных лабораторий, значит, да, вот, система, отдельно лаборатория была создана по мониторингу государственная, значит, за этим объектом, вот сейчас идёт процедура как раз передачи этого имущества, вот, как раз в Росприроднадзор к нам, в ЦЛАТИ, вот, то есть уже сама непосредственно лаборатория мониторинга уже передана, то есть мы уже туда заехали, уже, так сказать, работаем, вот, американское оборудование, значит, ну, хорошее, всё полностью сделано. Ресурс ещё этого оборудования, он высок ещё? Да, 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 то есть ещё, так сказать, всё этот ресурс неиспользован, то есть это, во-первых, во-вторых, ведь лаборатория представляет не только приборы, значит, это и само помещение, значит, да, а в то время, значит, да, в оборудовании этого помещения оснащение, там, вытяжные шкафы, там, всевозможные, так сказать, да, кондиционеры и так далее, там, значит, есть специальные требования для лаборатории, было порядка 10 миллионов, значит, да, сделано, вот, а чтобы, вот, ну, мы понимаем, что... Сейчас это не сделать. Да, сейчас это не сделать. Да, и поэтому вот это, конечно, тот большой плюс, который получает область в конечном-то итоге, да, потому что работало на объект, а сейчас это оборудование будет работать, значит, уже и на всю область, вот, и сейчас идет передача... То есть передвижные установки, в том числе, могут... Да, да, то есть мы сейчас как раз обсудим вместе, значит, так сказать, с Министерством охраны окружающей среды, Солбеговой Аллы Викторовны, значит, возможность использования совместного этого имущества, потому что есть у нас такие промзоны, как Бехимзавод, значит, есть Чапецкая промзона, где можно устанавливать и эти посты автоматического контроля, которые передают через каждые 10 минут, значит, передают данные, значит, о состоянии атмосферного воздуха в этой точке, вот, на центральную, так сказать, пост, на центральную лабораторию, вот, и мы можем отслеживать уже, так сказать, в реальном режиме на сегодня вот и те вопросы, связанные, допустим, с этим же СБХимзаводом, так сказать, тут запахло, тут не пахнет, значит, да. А с тем же, с Мордековским, если там будет что-то дальше происходить, то там и тоже контролируем, безусловно. Да, да, безусловно, значит, да, безусловно. А специалисты, кадры, люди есть? Да, и специалисты, значит, часть людей, которые как раз работали, они перешли к нам на работу, вот, поэтому здесь даже у нас, так сказать, начальником лаборатории является, значит, бывший главный инженер объекта, вот, бывший, так сказать, начальник их лаборатории, то есть мы эти кадры как раз тоже используем, да, сохраняем и имущество, и кадры, вот, и все это, так сказать, на благо Кировской области. Так, давайте еще раз уточним, вот лаборатория, вся эта система мониторинга, она уже передана в собственность Росприроднодзора. Да, да, на Кировской области. Да. У нас сейчас реклама, в середине часа мы обычно делаем рекламную паузу, сделаем это прямо сейчас, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Остается не так много времени у нас, рассказать, поговорить нужно еще о многом. Еще раз, давайте, Николай, напомним, кто у нас в гостях. У нас в гостях сегодня Виталий Пересторонин, председатель Ассоциации переработчиков отходов при ВТПП, а также основное место работы – это Центр лабораторного анализа и технических измерений по Кировской области, где Виталий Павлович у нас директор. Правильно я сказал? Да. Я напомню, что мы ставили задачу такую вот сегодня экспертную оценку услышать от Виталия Пересторонина. Изначально не планировали принимать звонки, не объявляли номер телефона, но вы его, наши слушатели, безусловно, знаете. Давайте сейчас вот примем звонок. Мы знаем, что слушатель к нам давно уже рвется. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Николай. Николай, у вас какая-то реплика, вопрос? У нас времени просто не очень много. Вот как раз о этих перевязанных лабораториях и замерах воздуха. Вот, допустим, в прошлом году, летом, на АЭС-41 микрорайон постоянно было дымно. Дымно от полигона, который Чапецкий, получается, считается. И дым идет сюда, они жгут вот этот полигон, и дымом заволакивает весь микрорайон. Решать невозможно. Я обращался, но они приезжали, мне прислали документы, приезжали, но они, допустим, в нем приедут, замеры воздуха возьмут, все, в норме. А, допустим, ночью, ночью же просыпаешься было, представляете, весна, а лето, тепло. И дышать невозможно. Приходится закрывать все фурточки дымно. Так, подождите, там свалка бытовых отходов, она горит. Это речь идет о Чапецкой свалке. Она горит, и, собственно, летом, когда была активность, ветром сносит это все на Авианск. Понятно все. Николай, спасибо, сейчас Виталий Павлович. Мы тоже темы коснемся, я думаю. Попросим прокомментировать. Но сначала про Мородыковский поговорим, я думаю. Давайте. Ну, Мородыкова оставим минут 7, наверное, и в конце уже просыпем. И в сбалку, да, вспомним. Так, давайте, Мородыкова. У нас же тут такой очередной всплеск эмоций, мнений в начале года. Что-то, говорят, страшное снова будет, да? Или это снова такой же точно эмоциональный фон идет? Ну, во всяком случае, ведь уже где-то на протяжении последних, ну, наверное, 4-х, там уже 5-ти лет, даже уже так можно сказать, что ведь вопрос обсуждается о дальнейшей судьбе объекта. Ну, было бы глупо такой объект представлять, консервировать. Мы же понимаем, что создана серьезная промышленная инфраструктура, там мощности, газопровод специально подведен, значит, и так далее. То есть есть те объекты, которые можно использовать и в дальнейших целях, значит, для какого-то промышленного производства и так далее. Вот, активно в свое время обсуждался вопрос создания цельнозно-бумажного комбината. Это тоже была создана рабочая группа, я тоже входил в ее состав, и мы готовили документы, и проводили совещания в Минпромторге в Москве. Вот, и здесь совещание на объекте проходило, значит, да. Но в конечном-то итоге, ну, как бы, и федеральное управление всегда говорит, и Минпромторг, что давайте предложения, значит, от области. В первую очередь рассматриваются эти предложения. Вот, ну, все же, вот, идея цельнозно-бумажного комбината, значит, она, ну, пока, так сказать, не нашлось инвестора, значит, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, прошло время, и сейчас, учитывая то, что военные объекты, значит, ну, по-другому стали к ним отношения, значит, к этим военным объектам. Значит, вот, тот же Кировское машиностроительное предприятие, которое запустили у нас, значит, да, то есть мы понимаем, вот, и та ситуация в мире, которая происходит. И на сегодня, по всей видимости, вот этот объект, он, учитывая то, что там серьезная санитарно-защитная зона, то есть там все созданы условия для того, что там может быть какое-то серьезное, так сказать, производство, ну, в определенной степени вредное. Вот, да. Продолжать можем разоружаться. Да, то есть здесь разные, так сказать, идеи и ходят, и будут ходить, безусловно, вот, и поэтому предложение Росрао, значит, так сказать, по утилизации отходов, значит, так сказать, оно тоже, как бы, в той же сфере, значит, так сказать, тех предложений, которые поступали, вот, а вопрос по, как раз, утилизации опасных отходов, значит, учитывая то, что там имеются мощности, как раз вот, и такие, то есть он, как бы, актуален, то есть это вполне может быть такое, значит, да. Другое дело, что по, напугало всех, значит, радиоактивные отходы. А вот, кстати, поясните, да, Виталий Павлович, у нас же как в сознании, если опасно, если радиоактивный отход, все, там, прикоснешься и все, упадешься. Слух, то возник из-за того, что Росрао, как бы, ну, они в Чепецке работают радиоактивным отходом, да, вот, наверное, из-за этого возникла такая ассоциация. Да, поэтому здесь ведь никто не говорит о том, что будут эти радиоактивные отходы, и никто даже, вообще-то, так сказать, я никогда не слышал такого, значит, ни из официальных, ни из средств массовой информации. Да, отходы отходов розов, и мы понимаем, что, а если мы говорим об отходах первой класса опасности, то вот эти ртутные лампы, там, энергосберегающие, люминесцентные, это отходы первого класса опасности. Это тоже первого класса, да, первого класса опасности. Это самый высокий, без всякой радиоактивности, самый высокий класс опасности. Поэтому здесь мы тоже должны понимать, что мы в быту зачастую с этими отходами первого класса опасности, эти же, там, батарейки, там, второго класса опасности и так далее, мы с ними контактируем и, как бы, ничего не боимся, вот. А когда вот возникают эти вопросы, опять же, может быть, от того, что нет полной ясности, но на сегодня пока полной ясности, так сказать, ее вообще нет. Поэтому пока идет процесс вот этого, консервации этого объекта, вот, и сейчас, так сказать, должна быть утверждена как раз программа, то есть программа уничтожения химического оружия, значит, она завершает свою работу. Вот, и сейчас как раз на утверждении программа по обеспечению, так сказать, безопасного, значит, уже завершения этих работ, значит, и передачи этих объектов, значит, так сказать, под другие цели. Поэтому все равно это, речь не идет о том, что это будет завтра или послезавтра, то есть это все равно определенный период, я думаю, что, так сказать, пару лет не меньше, значит, и это есть время как раз вот для обсуждения тех вариантов, которые, так сказать, могут быть, там, значит, которые предложат или федеральное правительство, или наше правительство Кировской области, то есть я думаю, что и общественность, естественно, будет в курсе всех этих дел. А, Виталий Павлович, тогда у нас совсем уж мало времени остается все-таки вот на вопрос слушателя, вот что происходит со свалкой в Чепецке, сейчас тоже и слухов очень много. Вот он говорит, там, пожарно, вроде бы это было тем летом, сейчас, по-моему, уже нет там как-то пожарно. Да, давайте все про Муратбургский уже. Да, да, да. Более-менее за эту информацию актуальнее. Значит, да, вот полигон твердых бытовых отходов в Перекопе, вот, введение коммунального хозяйства города Кирово-Чепецка, значит, он в прошлом году, в апреле, как раз, вот, так сказать, было возгорание. Это возгорание, значит, распространилось, значит, так сказать, практически на весь полигон, значит, и все лето, ну, полигон был в дыму, значит, в том числе и открытый огонь, значит, и усилия, значит, и пожарных, и самих работников, вот, и привлеченных организаций, значит, они, конечно, дали какой-то свой результат, значит, но полностью ликвидировать не удалось. То есть, и в течение всей зимы, значит, так сказать, задымление, оно сопровождалось, и до сих пор оно есть, вот, и все же мы надеемся, что, так сказать, будут окончательно меры приняты, администрация города утверждена план мероприятий по ликвидации, есть решение суда, вот, где коммунальному хозяйству и, так сказать, администрации города прописано все же, так сказать, потушить этот огонь. Вообще проблема возгорания полигонов, она всегда была, есть и будет, потому что это именно такой объект, где происходит, значит, и уже там, вот, как бы, то есть, может быть, и самовоспламенение, значит, так сказать, да, может быть, и какие-то, мы понимаем, что и доступ посторонних лиц каких-то, значит, да. То есть, довольно-таки трудно ограничить. Да, вот. Виталий Павлович, простите, вот, Андрей, немного все-таки, ну, вот, Николай звонил, да, конкретная проблема, он возмущен этим, общественность, что-то может изменить, куда нужно жаловаться, чтобы... Сейчас-то там, по-моему, уже не такая ситуация. Жаловаться достаточно по этому объекту, значит, мы контролируем его, я, чуть не еженедельно, то есть, выезжаем, значит, так сказать, и делаем замеры воздуха. Там сейчас-то есть какая-то опасность людей для окружающих в данный момент? В данный момент нет. Нет, да? То есть, там просто есть какое-то небольшое задымление, не более того, да? Людей беспокоят просто, чтобы вот не было повторения лета прошлого года, вот. То есть, в настоящее время там... Да нет, лета-то пусть будет, теплым летом будет. Нет, 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 горение, значит, вот такого задымления, как было летом прошлого года, значит. И лето-то было теплое, значит. Так лето было не просто теплое, а лето было убийственное. Да, жаркое. Вот, и все это... Поэтому здесь, сейчас уже там завезено большое количество грунта, пересыпаны вот эти горящие места, значит, сделаны там просто такие, ну, что ли, прорези, значит, отгорожены те горящие участки от негорячих участков, значит, и так далее. То есть работы, они ведутся, не прекращаются, и я думаю, что в конечном итоге... То есть есть вероятность того, что это лето будет спокойно в этом плане, да? Да, 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 я тоже думаю, что... То есть такой оснований для паники, скажем так, нет, да? Да, да, нет, потому что объект, вот то, что под контролем, я говорю, что это мы уже, ну, вот чуть и не, почти еженедельно, я говорю, что выезжаем, значит, делаем замеры, значит, да, вот, и поэтому контроль тут постоянный. А сколько еще по времени будет разрешено пользоваться этой свалкой в Перекопе? Ну, дело в том, что на сегодня лимиты, срок действия, значит, и лимитов на размещение отходов, и срок действия полигона, исходя из той проектной документации, которая была, он завершен. Завершен уже? Да, завершен. То есть новых документов они не получили. Не получили по той простой причине, что... Так это, получается, незаконно уже использовали эти свалки, нет? Чтобы увеличить срок использования этого полигона, необходимо вносить изменения в проектную документацию. Проектная документация, значит, у них там, по-моему, 87-го года. То есть эта работа, наверное, такая-то ведется в этом направлении? Да, то есть сейчас, так сказать, они рассматривают этот вопрос, да. Поэтому, каким образом дальше будет принято решение, так сказать, и собственникам этого полигона, значит, и, так сказать, администрации города, вот. То есть дальше мы проводили обследование, полное обследование в прошлом году, значит, и влияние этого объекта на окружающую среду, брали отборы там воздуха, воды, почвы там и всех, значит, да. В принципе, объект может продолжать работать, но при определенных условиях, технических условиях, которые надо выполнить. И в первую очередь, конечно, его надо потушить. Это же первая задача. Ну что, вот так незаметно, у нас прошел практически целый час. Спасибо нашему гостю за эту беседу, Виталий Пересторонин. Не успели поговорить о полигоне ТБО для областного центра, тут не просто проблема, проблемище. Так нет, экология полна проблем, так что всегда будет о чем поговорить. Спасибо, я думаю, что мы еще встретимся в перспективе... Год экологии, все. Год экологии, да. Будем встречаться чаще, Виталий Павлович. Есть возможность, значит, пообщаться, значит, да. Спасибо, завершаем для этого зимой разворот. До встречи в Культпоходе через 20 минут. Спасибо.